Наверняка, посещая какую-либо из стран, вы всегда сталкивались с тем, что одинаковые названия отелей присутствуют в различных странах. Что это? Хорошо или плохо? Есть ли в этом плюс? И нужно ли этим пользоваться? Конечно, нужно. Все видеокадры, которые вы видите, были записаны в 2017 году в Объединенных Арабских Эмиратах. Объединенных Арабских Эмиратах Объединенных Арабских Эмиратах Объединенных Арабских Эмиратах Объединенных Арабских Эмиратах Их названия известны, например, Рэддисон, Мэриот, Хилтон и так далее и тому подобное. Вообще, по подсчетам, каждая пятая гостиница в мире принадлежит той или иной гостиничной сети. То есть это внушительная цифра и это очень познавательно. Что вам стоит оформить карточку в отеле? И получить некие бонусы в дальнейшем. Это бонус, если вы, конечно, сами оформляете поездки, сами бронируете туры. Тогда там выйдет что-то подешевле. Но даже если вы через туроператора какого-то летаете, в этом тоже будет плюс. Неужели вам не хочется за те же самые деньги, которые вы заплатите за обычный номер, получить гораздо более лучший номер с несколькими, например, комнатами и при этом за это не заплатив вообще ничего? Вот это вот и есть очень важный аспект в этой сети отелей. Но оформите вы эту карточку. Пусть она у вас будет и ничего страшного не случится, если она у вас будет просто лежать и пылиться. Но вдруг когда-нибудь вы окажетесь в совсем другой стране или в той же стране, где вы были. Но в отеле с точно таким же названием это будет иметь неоспоримое преимущество. Вот, например, я получил карточку и когда-то и попал вот в такой вот отель, сеть у них развитая. И, пожалуйста, смотрите, какой мне вместо обычного номера дали номер. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Это не обязательно должно быть вам интересно. Не обязательно этим пользоваться. Просто примите это к сведению. Дима Торзок